МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власти Ненецкого округа прогнозируют рост валового регионального продукта на ближайшие три года. Объем ВРП является основным показателем, характеризующим развитие экономики субъекта. Ненецкий округ в течение ряда лет занимает лидирующую позицию по объему валового регионального продукта на душу населения. И власти округа прогнозируют его рост как минимум до 2019 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Экономика Ненецкого округа носит монопрофильный характер. Основной прирост валового регионального продукта обеспечивает добыча нефти. В условиях низких цен на углеводороды, снижение объема инвестиций в основной капитал, инфляции и спада потребительского спроса, динамика роста ВРП по отношению к предыдущему году замедлится, но сохранит свой положительный тренд. Так, по предварительным данным, объем произведенного ВРП автономного округа в 2015 году составит 198,4 миллиарда рублей, прирост в сопоставимых ценах к уровню 14-го – 6,7%. Прогнозируемый период динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд. При этом прирост валового объема будет увеличиваться в среднем около 5% в год. По словам Татьяны Лагвиненко, планируется наращивание добычи на месторождении имени Трэпса, ввод в промышленную эксплуатацию месторождений имени Титова и некоторых других месторождений. Это приведет к незначительному приросту объемов добычи нефтепродуктов на 3-6% по сравнению с предыдущим периодом. Так, в текущем году объем добычи составит 16 миллионов тонн, в 2017-2019 годах – 18 миллионов тонн. Кроме того, прогнозируется незначительный рост численности занятых в экономике региона – до 33,5 тысяч человек. Он обусловлен реализацией имеющихся инвестиционных проектов по геологическому изучению недр, разведке, обустройству и добыче углеводородного сырья. Для снижения уровня безработицы в округе планируется учесть опыт других регионов в сфере подготовки кадров для работы на территории субъекта. Впрочем, эта работа проводится уже сейчас. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Ниньского округа Игорь Кошин. Ну и ту работу, которую мы сейчас проводим, пытаясь не просто получить рабочие места и вакансии у компаний-недропользователей, а еще и готовить наших уже ребят, чтобы изначально, после окончания ПТУ, они уже выходили работать в Тундру, пройдя определенную практику. И хочу сказать, что сегодня с двумя компаниями у нас уже соглашения подписаны. Двигаемся дальше в этом направлении. Потому что у нас получается, мы имеем огромные инвестиции в территорию округа, но ни компании, зарегистрированные на территории округа, ни наши местные структуры, ни жители округа практически не работают ни в нефтянке, ни в компаниях, которые являются подрядчиками, субподрядчиками этих компаний-недропользователей. Кроме того, в регионе принимаются меры по развитию малого и среднего предпринимательства с созданием дополнительных рабочих мест на селе. Напомню, все эти данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Ненецкого округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Его одобрили на заседании администрации округа. Сохранить социальную поддержку детей, пенсионеров и нуждающихся в жилье. Формирование бюджета на 2017 и следующие за ним два года идет с сохранением основных социальных гарантий. Такое решение принял глава региона Игорь Кошин. На заседании администрации губернатор заявил, что необходимо взвешенно подходить к каждой мере соцподдержки. В этом вопросе нельзя рубить с плеча. Здесь требуется тщательное экономическое обоснование каждого решения. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения предложил приостановить ряд социальных выплат. Соответствующие предложения руководитель ведомства Нина Эль Семяшкина озвучила на заседании администрации округа. Предлагается приостановить индексацию социальных льгот и выплат, в том числе окружного материнского капитала. Предлагается приостановить достаточно окружную пенсию работникам образования. Выполняется единственное выходное пособие при работниках в бюджетной сфере. Вопросы, касающиеся предоставления предоставления предначального взнуса при жилищном строительстве. И это только часть предложенных департаментом мер по экономии бюджета в 2017 году. Между тем, когда документ только начали верстать, губернатор округа заявил, бюджет остается социально направленным. Поэтому глава региона Игорь Кошин запретил приостановку части мер и призвал коллег тщательно взвешивать каждое решение. Как и в прежние годы, сохранится компенсация за наём жилья специалистам учреждений образования и здравоохранения в Наринмаре и посёлке Искателей, предоставление первоначального взноса на ипотеку, единовременная выплата ко дню пожилого человека жителям округа старше 70 лет, детские подарки ко дню знаний и Новому году. Кроме этого, сохранится бесплатная подписка на газету «Ниарейна Виндер» для ветеранов труда. Департамент образования, культуры и спорта предложил адресно компенсировать родителям расходы по оплате детского сада. Ранее компенсация предоставлялась всем в заявительном порядке. Обращается справка и по справкам представление идёт возвращение вот этой части. Они оплачивают за родительскую плату 1600 в городе и 735 на Заполярном районе и на селе. Если доход семьи не превышает однократное увеличение прожиточного минимума, то за первого ребёнка возвращается 20% от этой платы, за второго – 50% и до третьего и последующих – 70%. Адресной в следующем году будет и социальная стипендия студентам. Право на государственную ежемесячную выплату получат те студенты, которые предоставят документы о материальном положении. Сумма социальной стипендии составляет полтора размера от академической. Учащийся может получать обе стипендии сразу. Напомню, на сегодняшний день в Ненецком округе действует около 140 мер соцподдержки населения. Это самое большое количество в Российской Федерации. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Обеспечить преимущество местным жителям на рынке труда. Для этой цели в округе разрабатывается законопроект, который устанавливает размер налоговых отчислений иностранными гражданами. Преимущественно они работают в сфере обслуживания, автотранспорта, добычи полезных ископаемых. С одной стороны, иностранная рабочая сила экономит средства работодателя. С другой, занимает вакансии, где могли бы трудиться местные жители. Размер налоговых отчислений иностранных граждан, работающих в округе, сегодня составляет примерно 7 тысяч рублей. Сумма зависит в том числе и от коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. В Ненецком округе он принимается окружным законом и сегодня равен почти четырем. На следующий год Управление труда приняло решение оставить размер коэффициента на прежнем уровне. По словам начальника управления, это позволит не повысить уровень налоговой нагрузки на иностранных граждан. Предпринимательское сообщество выразило свое мнение по этому поводу, рассматривая вопрос о том, что у них увеличиваются затраты в связи с этим. На доставку иностранных граждан, на их проживание, на питание. И, соответственно, налоговая нагрузка, у них вообще затратная нагрузка увеличивается. Со своей стороны, хотелось бы сказать, что те иностранные граждане, которые работают у субъеков малого и среднего предпринимательства, по профессиям низкой квалификации, вполне могут быть заменены работниками, непосредственно не низкоавтономного граждан, которые ищут работу. Именно для этого председатель окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин высказался за увеличение коэффициента. Эта мера позволит освободить рабочие места для местных жителей. Марьяна Кислякова сообщила, что коэффициент повысится в любом случае за счет индексации. А вот за низкоквалифицированную работу местные жители все равно берутся плохо. В результате обсуждения было принято решение доработать законопроект и вынести на сессию для принятия в первом и во втором чтениях. 200 обращений жителей региона в прокуратуру Неницкого округа в текущем году связаны с нарушениями трудового законодательства. 132 из них с просроченной задолженностью по заработной плате. Вопросы сферы оплаты труда находятся под постоянным прокурорским надзором. Ведомства еженедельно получают информацию о состоянии задолженности по оплате труда на территории региона от службы госстатистики в НАУ и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. За период с 2015 года принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 350 миллионов рублей перед 6 тысячами работников. По состоянию на 1 ноября 2016 года на территорию округа имеется задолженность в размере свыше 8 миллионов рублей перед 84 работниками акционерного общества «Наринмарстрой». По словам начальника отдела по надзору за исполнением Федерального законодательства прокуратуры НАУ Петра Лудникова, в поле зрения прокуратуры предприятие находится последние три года. В отношении предприятия, введено конкурс на производстве, назначен арбитражный управляющий. Его деятельность поставлена на особый контроль прокуратуры округа. В связи с результатами его работы, принимаемые меры по решению задолженности по оплате труда, систематически расслушиваются прокуратурой округа. Однако, работа на данном направлении проводится фактически лишь прокуратурой округа. Органы власти, какие-либо мероприятия в данной сфере фактически не проводятся. По словам Петра Лудникова, избежать невыплаты заработных плат можно, если все структуры и ведомства, такие как судебные приставы, инспекция труда, наделённые полномочиями в этой сфере, будут уделять вопросам просроченной задолженности значительное внимание. Если просрочка заработной платы уже допущена, к решению вопроса подключаются органы государственного контроля и надзора. Необходимо признать, что токами и мерами прокурорского реагирования полностью ликвидировать задолженности и решить проблему по невыплате заработной платы и снизить уровень безработицы, создать безопасные условия труда в регионе невозможно. Поэтому сегодня мы проводим коллегию в таком составе для того, чтобы в первую очередь организовать, обсудить проблемы и организовать надлежащее взаимодействие между структурными подразделениями. Поэтому в решении вопроса о ликвидации просроченной задолженности и других вопросах в части исполнения трудового законодательства нужно взаимодействие всех органов и ведомств округа. Стоит отметить, что все организации, попадавшие в поле зрения прокуратуры в связи с наличием просроченной задолженности по оплате труда, поставлены на постоянный контроль. Татьяна Поздеева, Ирина Цепитова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Активисты ОНФ в Нинецком округе прошлись по качеству. Многофункциональный центр в Нарьинмаре стал одним из первых объектов, которые посетили фронтовики. Медики, преподаватели, инженеры, электрики и казначеи. В округе сформирован новый состав молодежной палаты при собрании депутатов НАО. Идеи молодежи в законодательное решение. В округе начал работу 8-й состав общественной молодежной палаты при собрании депутатов Нинецкого округа. В ее состав вошли 15 человек, еще 4 определены в резерв. Ранее было всего 13 членов. Общественная молодежная палата в округе работает с 2007 года и в следующем году отметит свое десятилетие. Медики, преподаватели, инженеры, электрики, казначеи и многие другие представители активной молодежи вошли в состав общественной палаты этого созыва. Каждый из них прошел жесткий отбор, доказав, что именно он достоин отстаивать интересы молодежи на законодательном уровне региона. Действительно, все мы когда-то делали первые шаги. Кто-то в политике, кто-то в профессии, кто-то в бизнесе. И вы сегодня действительно делаете первый шаг. Можно сказать, в большую политику. Вам предстоит работать в этом составе два года. И я думаю, что вы действительно получите уникальный опыт создания, разработки, воплощения проектов, изучения механизмов принятия решения и проверки на жизнеспособность своих идей. Идей у членов палаты много. Какой они видят свою работу, рассказали претенденты на должность председателя молодежного законотворческого органа. Выбирали из четырех претендентов путем рейтингового голосования. Наиболее убедительным оказался Александр Ковязин. Он работает заведующим отделением спортивной медицины. Поэтому упор в работе планируют сделать на популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта в молодежной среде. А также усилить контроль в сфере ЖКХ, развивать образование и науку. Особое внимание Александр Ковязин заострил на проблемах молодежного предпринимательства. Развитие предпринимательства – это дополнительные рабочие места, дополнительный доход от предпринимательской деятельности в бюджет региона, развитие региона. Для того, чтобы молодежь хотела заниматься бизнесом, необходимо создавать условия, стимулирующие к ведению предпринимательской деятельности. Необходимо принять программу поддержки малого предпринимательства, проводить круглые столы, семинары, конкурсы. Учитывая, что значительная часть стартапов в итоге не находит реализации, ликвидируется, необходимо предусмотреть программу оздоровления молодежного предпринимательства и помощи в случае банкротства или других финансо-экономических трудностей. Для решения проблем в молодежной среде в общественной молодежной палате создали три комиссии по социальной политике, экономическому и законодательству. Работу последней вместе с председателем комиссии Максимом Свиридовым будет курировать законодатель Виктор Кмить. Следующее заседание молодые парламентарии проведут в неформальной обстановке, после чего соберутся для обсуждения вопросов повестки дня. Нет предела совершенства. Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе приняли участие во всероссийской акции «ОНФ за качество». Под пристальное внимание фронтовиков попали объекты социальной и дорожной инфраструктуры, предоставление государственных услуг, наличие чередей и работы персонала различных организаций региона. Все это общественники проверили на качество, доступность, соответствие принятым нормам и требованиям. Многофункциональный центр в Нарьинмаре стал одним из первых объектов, которые посетили активисты ОНФ. По принципу одного окна МФЦ оказывает 180 видов услуг, из них 25 муниципальных. С начала 2017 года их количество увеличится на 11. Введенные услуги упростят процедуру получения мер социальной поддержки жителями округа. За 10 месяцев 2016 года общее число оказанных услуг уже преодолело рубеж в 30 тысяч. Статистика вещь упрямая, говорит зачастую только о количестве, но не о качестве. В нем-то и усомнились представители общества инвалидов, когда сотрудники многофункционального центра не смогли четко ответить на вопрос, кто имеет право на предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей. И мне говорят, что этой услугой имеют право пользоваться неработающие инвалиды. Это совершенно неверно. В прошлом году было принято изменение в законодательство региональное наше. И с 1 января по нашей инициативе, опять-таки, да, и с 1 января 2016 года эта государственная услуга оказывается неработающим пенсионером и всем инвалидам, независимо от того, работает он или не работает. Ну, там, соответствующие, если у него есть наиждивение, дети, да, то есть дети, которые обучаются в институтах, в училищах, в школах, там, малолетние дети. По словам Марины Говши, из-за некомпетентности персонала многофункционального центра не только в Нуринмаре, но и в поселке Искателей, часть инвалидов, которые могли получить эту выплату, лишились положенных средств. Обратившись единожды в МФЦ и получив отказ, они не стали выяснять, почему, и бороться за свои права. Ошибки сотрудников имеют место быть, согласен замдиректора МФЦ Анатолий Кожевников. То есть у нас, на самом деле, большой поток информации, и мы постоянно работаем над качеством, над повышением профессионального уровня работников. Проводим с ним занятия, приезжают органы власти, проводят также различные консультации и так далее. Стремимся повысить уровень, но, к сожалению, не всегда происходят нормальные, адекватные ответы. Проверили активисты не только качество предоставления услуг, но и доступность самого здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала, пандус, знак парковки для инвалидов. Этот объект считается образцово-показательным для всех остальных объектов социальной инфраструктуры. Однако сегодня заместитель председателя правления окружной организации общества инвалидов Александр Салов оценил доступность только на четверку. Кроме объекта социальной инфраструктуры, под пристальное внимание активистов попали и объекты дорожной инфраструктуры, а именно дорога улица Рыбников в центральное очистное сооружение. Дорожное полотно заградили бетонными ограждениями. Сегодня объект не сдан в эксплуатацию. Мне, как автолюбителю, автомобилисту, хотелось бы пользоваться данной дорогой, но вопрос о ее открытии остается нерешенным до сих пор. Впрочем, закрыта дорога или нет, автомобилистам не важно. По ней регулярно ездят автомобили и специальный транспорт. Активисты ОНФ намерены написать обращение в ответственные органы и добиваться скорейшего официального открытия дороги. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова